Кабинет министров Украины принял отставку главы Одесской ОГА. После одобрения правительства увольнением Михаила Саакашвили займется и президент. Напомню, в эфире нашего телеканала Михаил Саакашвили сообщил, что 11 ноября в Киеве он объявит о своих дальнейших планах. А я отмечу, что 7 ноября глава Одесской области заявил о своей отставке. По его словам, к такому решению его подтолкнула тотальная коррупция, противостоять которой он со своей командой не смог. Михаил Саакашвили перед тем, как покинуть Одессу, провел встречу-отчет перед общественностью. По словам самого Саакашвили, успехи в Одесской области он оценивает скромно, поскольку многие начинания блокировались на самом высоком уровне. Тем не менее, среди успешных проектов пока еще глава ОГА отметил ремонт дорог, в частности, трассы Одесса-арени. Мы пробили деньги на Килю, мы пробили деньги на Вилково, потому что не может быть в Одесской области, чтобы на Вилково не было дороги. Мы начали какие-то вещи делать, дорогу по Березивке, и мы пробили программу, по которой нужно сделать северный путь. Северный путь – это путь, который вдоль молдавской границы соединит северные районы с Одессой. Вот то, что мы сделали в смысле дорог. Среди положительных примеров своих реформ Саакашвили также назвал назначение новых людей на должности ведомств, где всегда процветала коррупция. Это был первый начальник УВД в истории Одессы, лорд Кеменди. И первое начальство Одесской таможни – это Марушевская и Кремонос, которые сами не брали взяток. И все делали, чтобы другие тоже не брали взяток. Вы прекрасно знаете, что в истории украинских таможен, в том числе одесских таможен, ничего такого никогда не было. Напоследок отметил, что в Киев уезжают, чтобы добиться реальных сдвигов столицы, после чего станет возможным продвигать реформы и в Одесской области.